А вы знали? Neversoft, компания разработчиков Tony Hawk's Pro Skater, изначально разрабатывала игры для игрушечной компании. После ухода небольшой компании по разработке видеоигр, принадлежащей Malibu Interactive, подразделения Malibu Comics, Джоэл Джо Уитт, Ник Уэст и Крис Уоррид основали компанию Neversoft Entertainment. Первой их работой была с Playmate Stories, игра для Sega Saturn, основанная на телевизионном шоу Skeleton Warriors. По мере развития Neversoft росла и к 1996 году штат компании насчитывал более 20 человек. К сожалению, их предстоящие дни были не слишком благоприятными. Разработчики работали над игрой для Crystal Dynamics, основанной на призрачном гонщике, но игра была отменена из-за финансовых проблем. Затем они начали разрабатывать свою собственную игру, остросюжетный шутер под названием Big Guns. Проект был куплен компанией Sony Computer Entertainment, которая впоследствии начала вносить изменения. Big Guns был переименован в Exodus, и дизайн был изменен с механического шутера на приключенческую игру с участием девушки, которая превратилась в кошачье существо. Sony отменила игру в ноябре 1997 года, и Neversoft сократилась до 12 сотрудников компании. В январе 1998 года Neversoft была почти без средств, но была спасена благодаря Activision. Activision искала кого-то для разработки игры под названием Apocalypse, и видела многообещающие перспективы в игровом движке Big Guns. Neversoft подписала контракт на разработку Apocalypse, и Activision также обратились к Neversoft с просьбой разработать прототип игры про скейтбординг. Разработка была в основном сосредоточена на создании Apocalypse, но прототипы скейтбординга, которые были сделаны, впечатлили Activision. И после того, как разработка Apocalypse закончилась, команда из 15 человек начала работать над тем, что позже будет названо Tony Hawk's Pro Skater. Первым человеком, который катался на скейте в Tony Hawk's Pro Skater, был никто иной, как Брюс Уиллис. Neversoft начала разработку с использованием того же движка, который они сделали для Apocalypse, в котором Брюс Уиллис играл главного героя. Его модель персонажа была первой, которая была на доске на ранних уровнях игры. Брюс Уиллис еще был в игре, когда разработчики сделали первую демо-версию для показа Tony Hawk'у, чтобы попытаться убедить его присоединиться к проекту. В цитате от соучредителя Джоэл Джуэтт он вспоминает, как показывает Хоуку демо игры. В первой демо, которую мы показали Tony Hawk'у, чтобы он присоединился к проекту, Брюс Уиллис катался на скейтборде. Вроде как, он все еще держал в руке оружие. По мере разработки проекта, модель Брюса Уиллиса была снята с доски, но на некоторое время находилась на локации Downtown, как статуя, которая была полностью удалена к релизу игры. Tony Hawk был не просто лицом игры после подписания контракта на его внешность. В Neversoft он взял на себя активную роль в разработке игры. Каждый раз, когда разработчики заканчивали новый билд, данная копия отправлялась Tony Hawk'у на обзор. Если он увидит что-то, что не будет точно отражать сцену скейтбординга, он сообщит об этом в Neversoft. Он также участвовал в захвате движения для игры, процесс который был в основном заброшен ко времени выхода второй части серии, однако в конечном итоге будет вновь включен в более поздних играх серии Tony Hawk's. Потребители впервые получили в свои руки Tony Hawk's Pro Skater в виде демо-версии, которая появилась на демо-дисках PlayStation Underground Jam Pack Summer 99 и в ресторанах Pizza Hut. Демо-версия позволяла игрокам играть за Tony Hawk'а и Bob'a Бронквиста в локациях Chicago и Warehouse. Демо было доступно более чем за 4 месяца до выхода полной версии и предоставило Neversoft ценную информацию о том, какие изменения необходимо внести к релизу игры. Демо-диски также помогли создать ажиотажную игру, что способствовало ее успеху после выпуска. Tony Hawk's Pro Skater впервые появился на PlayStation 31 августа 1999 года. В некоторых регионах он был выпущен как Tony Hawk's Skateboarding, поскольку слово Skater подразумевает катание на коньках в некоторых странах. Затем игра была портирована на Nintendo 64, Dreamcast, N-Gage и адаптация была выпущена для Game Boy Color. Не весь контент попал в игру и не все порты были идентичны. Ранее бета-версия игры показывает контент, который был изменен или полностью удален из официального релиза. Косметические различия между бета-версией и финальным релизом включают изменения заставки и логотипа. Различия шрифтов в меню игры и трюк под названием Fast Plant первоначально назывался Foot Plant. Элементы бонусных очков также выглядят по-другому в виде светящихся колец в бета-версии вместо металлических значков в финальном релизе. В этой версии игры также содержат два уровня, которые были полностью удалены. Первый уровень под названием Downhill был обычным длинным уровнем, цель которого была собрать пленки. Над этим уровнем проделана большая работа, но он так и не попал в финальную версию. Второй уровень Freeway был в основном пустой, он стоял из части шоссе эстакады и не более того. Игрок мог спрыгнуть и остаться где-то ниже уровня. Сразу становится понятно, что над этим уровнем было сделано не так уж много работы и в конце концов он был заброшен. Пользователи, которые смогли взломать бета-версию, заметили локацию под названием Test Level. Этот таинственный и жуткий уровень был в основном лишен текстур и имел странную физику, позволяющую игроку ездить полностью вверх ногами. Информации по уровню существует очень мало, за исключением его присутствия в взломанной бета-версии. Другой хакер утверждал, что может кататься по уровням в качестве такси. Некоторые уровни, которые действительно попали в финальную версию, пришлось урезать. В локациях Сан-Франциско и Даунтаун были скрыты зоны, которые пришлось удалить из-за ограничений по размеру. Порты данной игры были не все одинаковые. Из-за меньшего объема памяти, доступной на картриджах, версия Nintendo 64 имела меньше музыкальных треков, чем версия PlayStation. И некоторые песни были переработаны и зациклены, чтобы сэкономить место. Было также внесено несколько изменений версии Nintendo 64, чтобы предоставить более молодой базе данную игру. Кровь была удалена и названия некоторых гэпов были сделаны более подходящими. Например, Handy Gap был изменен на Spanky Gap, Lone S Grind переименован в Big Daddy Grind, и Holy Shit стал Holy Cow. Таинственный чит-код также был в версии Nintendo 64. Как только он был введен, чит показывал игроку черно-белую фотографию девушки. Многие предположили, что это была тогдашняя жена Тони Хоука, Эрен Ли, но на это нету подтверждения, и файл просто назывался «Фотография девушки». Версия Dreamcast вышла 29 июня 2000 года, почти через год после того, как она появилась на PlayStation, и почти за несколько месяцев до выхода сиквела. Несмотря на это, порт получил широкое признание и был замечен многими критиками, как лучшая версия игры. Порт отличается лучшей графикой, большим количеством анимаций, и Dreamcast VMU отображал баллы и рейтинги по мере того, как игрок накапливал очки. А вы знали, что разработчики Sonic Adventure использовали свои собственные фотографии в качестве текстук для игры? Или что разработка Super Mario Maker 2 началась до выхода Nintendo Switch? Больше фактов вы можете найти на данном канале или видеороликах слева или справа. Намного больше фактов вы сможете найти на официальном канале Digital Gaming по ссылке в описании. А также спасибо огромное тем, кто поддерживает данный канал. Без вас этого видеоролика бы не было.